Бобрусь собрал именитых актеров. В эти дни на территории нашего города проходят съемки известного советского телесериала «Государственная граница. Легенды о сам». Как многие помнят, сериал повествует о нелегкой службе советских пограничников и охватывает период с 1917 года до конца 80-х. Действия разворачиваются на территории СССР от границ с западными странами до Дальнего Востока. Продолжение же картины будет повествовать о ключевых событиях начала 90-х. Сериал начинается с того, что развалился Советский Союз. Офицеры, которые очутились по воле судьбы в разных частях бывшего Советского Союза, после развала страны возвращаются в места своего рождения, в частности в Беларуси. Наш главный герой, он отсюда родом. И вот здесь находят продолжение своей воинской карьеры. Это в белорусских пограничных войсках. Основа фильма – это, естественно, детектив. Бандиты пытаются границу перейти, наши пограничники пытаются этому препятствовать. События картины разворачиваются на территории города Гродно в 1993 году на границе между Беларусью и Украиной. Роль Гродно тех времен будет играть Бобруйск, точнее его отдельные здания и улицы. Как признался сам режиссер, по своему антуражу Бобруйск оказался наиболее подходящим городом на эту роль. Таких, как Андрей Фролов, Михаил Мартьянов, Матвей Шкуратов и Алексей Синчилан. Советскую государственную границу я смотрел два раза. Первый раз это потому, что было интересно, как ребенку. Второй раз я смотрел, потому что, оказывается, там принимал участие мой педагог в Академии Фома Васильевича Воронецкий. И поэтому я пересмотрел фильмы ради этого. А сейчас, видно, как судьба, наверное, что теперь и ученик его работает в этой государственной границе. Картина будет отличная. Интересно просто до безумия. Сейчас вот только что приехал, снимали проезды, пистолеты, погони. В общем, будет экшен, как говорят. Отметим, что новый проект включает в себя четыре серии. Увидеть продолжение телесериала зрители смогут уже в 2015 году. Продолжение следует...